Орхидеи считают цветами радости, рожденными из кусочков первой радуги. И хотя существует несколько десятков тысяч их разновидностей, все равно цветоводы пытаются создать новые гибриды, которые как можно дольше будут радовать нас своими цветами. К таким штамбам относится и Леодора, который был создан в 80-х годах прошлого столетия. Подробное описание и фото. Это красивейший гибрид высотой около 70 см с ярко-зелеными нежными листьями, немного волнистыми по краям, которые могут достигать в длину 25 см. На цветоносах расположены цветы диаметром до 7 см. Структура цветов восковая, на солнышке они блестят. Похоже они на звездочки двойного оттенка, на нежно-розовом фоне сиреневые крапинки и разводы. Ближе к центру они темнее. Предлагаем посмотреть, как выглядит эта красавица. Цветов образуется много и цветет орхидея до двух лет. История возникновения. Орхидея Phalaenopsis Sweet Memory Leodora выведена селекционером Рексом Смитом в 1982 году. Ее родителями являются Phalaenopsis Deventeriana и Phalaenopsis Violas, которые можно встретить на деревьях и между камнями в тропических лесах Малайзии. От виолации Leodora взял нежный аромат и сиреневый цвет, а от дивертианы форму цветка и желтый оттенок. Новый штамп настолько покорил сердца цветоводов, что уже в первые годы своего существования собрал более 30 различных наград. В 90-х годах среди цветоводов-любителей он получил название Sweet Memory или Сладкие воспоминания. Под этим именем он продается в Европе. Чем отличается от остальных орхидных? Основным отличием Leodora от других Phalaenopsis является особенность поочередного его цветения, которую называют револьверной. Вторая фаза цветения не начнется до тех пор, пока не закончится первая фаза. При хорошем уходе он может свести до двух лет. Период покоя у него отсутствует. Другое его отличие – необычный аромат, напоминающий запах ландыша с тонкими нотками лайма. Разновидности. Классифицировать Leodora как род пока рано, так как документально зарегистрированных потомков у него нет. В то же время, несмотря на то, что сорту еще нет 40 лет, масштабы его гибридизации поражают, только на основе группы Беллина выведено более 30 первичных штамбов. Самой распространенной разновидностью сорта Leodora считается Phalaenopsis Amber. Этот гибрид можно определить по цветку насыщенного фиолетово-бордового цвета. Цветение. Leodora готова к цветению в возрасте трех лет. Чтобы не нанести вред орхидея, сформировавшийся раньше времени цветонос лучше срезать. Одновременно могут образовываться несколько цветоносов, но активно развивается сначала один из них. Как только на нем завянет последний цветок, сразу начинает распускаться следующая группа. Таким образом, цветы радуют своих хозяев два года практически без остановки. Где можно купить и какова стоимость? Купить растения можно через интернет-магазины или у коллекционеров. Этот сорт орхидей предлагают такие компании, как Мельтония, Мэйфлор, Ангелок, Блумстори. Стоимость цветка колеблется от 1580 с одним цветоносом до 3000 рублей с двух-трех цветоносами. Более дешевые экземпляры от 600 рублей можно найти у любителей на сайте Авито. Горшок и грунт для посадки. Орхидея может расти в керамических вазонах, но все же она предпочитает прозрачные емкости, так как для ее нормального развития необходимо, чтобы корни тоже получали свет. Почва для цветка должна быть проницаемой для воды и воздуха. В цветочном магазине можно купить специальный грунт для орхидей. При приготовлении субстрата самостоятельно необходимо взять в равных пропорциях. Речной песок. Торф. Перлит. Мох с фагнум. Кору хвойных деревьев. Уход за растением. Как и ее тропические предки орхидея Леодора любят тепло и влагу. Температура. Нормальной для ее развития и роста считается дневная температура, плюс 22-25С. Важным для нее является колебание в 5 градусов между дневной и ночной температурой. Если эту разницу не поддерживать, то можно не дождаться цветения. Освещение. Орхидея любит много рассеянного света. Световой день должен быть 12-13 часов в сутки, поэтому в зимнее время цветку необходима дополнительная подсветка фитолампами. В то же время следует оберегать растения от прямых солнечных лучей. Полив. Сорт Леодора не переносит как сухую, так и слишком влажную землю. Поливают растения, погружая горшок в теплую отфильтрованную воду примерно на 15 минут. Корни сами впитывают необходимое количество влаги. После этого оставшейся воде дают стечь и возвращают горшок на место. Опрыскивание и поливы орхидей проводят только в утренние часы. Если провести увлажнение вечером, нарушится дыхание корней растения. Хотя некоторые цветоводы не советуют вообще опрыскивать цветок, чтобы вода не попала в центр розетки. При недостатке влаги листья лучше протирать влажной губкой или распылять воду недалеко от растения. Подкормка. Как и всем цветущим растениям, Леодора необходима подкормка магнием, фосфором и калием. Лучше всего приобрести уже готовые удобрения в цветочном магазине. Для того, чтобы не обжечь чувствительные корни растения, дозу, указанную в инструкции, необходимо уменьшить в два раза, а некоторые цветоводы рекомендуют уменьшать в три раза. Вносит удобрения во время полива, разводя с водой. Ни в коем случае нельзя применять для подкормки палочки, сухие порошки или кристаллы. Подкормки проводят во время активной вегетации раз в две недели. Во время цветения подкормки не рекомендуется, так как это может сократить жизнь бутонов. Обрезка. Как и остальные сорта, фаленопсис Леодора требует обрезки цветоноса. Но не стоит спешить, делают это только после того, как он сам начнет усыхать. Если стрелка не засохла, на ней еще образуются бутоны и детки. Пересадка. Слишком часто пересаживать цветок не стоит. Даже после покупки он может расти года два в одной емкости. Пересаживать в другой горшок нужно только тогда, когда растению не хватает места или появились болезни и вредители. При пересадке необходимо осмотреть корни и удалить все поврежденные места, присыпав срезы активированным углем или корицей. Обязательно меняют не только горшок, но и грунт. Что делать, если не цветет? Может быть, несколько причин. Возможно, растение еще очень молодое, и нужно подождать, когда ему исполнится три года. Недостаток света. Нужно обеспечить достаточное количество рассеянного света, причем он должен попадать и на подземную часть. Перепады воздуха должны быть не меньше 5 градусов между дневной и ночной температурой. Самый правильный способ – обеспечить оптимальные условия. Как размножается? Размножается этот сорт орхидеи отделением детки. На цветоносах появляется молодой отросток, на котором вырастают корешки. Когда эти корни достигнут 5 см и появится 2-3 листочка, детку высаживают в отдельный горшок. Болезни и вредители. Основными болезнями этого сорта являются. Корневая и серая гниль. Гнилую часть необходимо удалить, обработать фунгицидом или присыпать активированным углем, заменить субстрат. Антракоз. На листьях орхидеи появляются черные пятна. Пораженные листья необходимо удалить, растение обработать бордоской жидкостью или медным купоросом. Мучнистая роса. На листьях образуется белый налет. После обильного полива растение обрабатывается раствором коллоидной серы. Вредители орхидеи. Паутинный клещ. После теплого душа растения необходимо обработать фитовермом, повторить процедуру желательно 3 раза с интервалом в неделю. Тля. Устраняется мыльной водой и промыванием раствором фитоверма, как и при паутинном клеще. Нематода. Субстрат промывается левимезилом или дикарисом. Щитовка. Промывается с помощью щетки, и все растение и субстрат обрабатывается фитовермом. Профилактика различных проблем. Лечить растение сложно, поэтому лучше обеспечить ему надлежащий уход и в целях профилактики постоянно наблюдать за орхидеей. При появлении подозрений на грибок обрабатывать фунгицидом. Основной вызов цветоводу заключен в том, что насыщенность окраса цветка, его яркость и богатство оттенков напрямую зависят от надлежащего ухода за растением. Продолжение следует...